Привет друзья! Пришла большая посылка с Китая 750 литий титанатных элементов Янлон на 30 ампер час. Тут их аж 600 штук, представляете? 33 коробки по 18 элементов. Хорошие элементы в Китае уже кончаются. Китайцы присылают всякую хрень. Либо шпильки восстановлены, либо совершенно другие элементы, с виду напоминающие Янлон. Заказываешь одно, а приходит другое. Нашел поставщика, который гарантировал оригинальный Янлон. Он сказал, что шпильки не восстановлены, внутреннее сопротивление и емкость соответствуют даташитам. За счет этого пришлось, конечно, заплатить за них процентов на 30 дороже, но я надеюсь, что качество соответствует. Элементы были заказаны для будущих проектов, пусковых аккумуляторов и аккумуляторов для автозвука. В любом случае заказано было намного больше, чем нужно. Если кому нужно, особенно если вы из Казахстана, то пишите на WhatsApp. Сейчас вы видите его на экране. Могу выслать почтой. Я уже распаковал две коробки. В каждой коробке по три ряда, в каждом ряду по шесть элементов. Шпильки у этих элементов оригинальные. Все отлично. Просмотрел все. Просто замечательно. Заберу с собой эти две коробки, чтобы измерить внутреннее сопротивление и емкость. Взял одну коробку, не стал вторую тащить. Тяжелые они. Потом, если что, проверю обязательно все в любом случае. Для теста будет одной достаточно. Измерю внутреннее сопротивление щупов 0,07 мОм. Проверим элементы. 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, 0,3. 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,3, 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 0 Сопротивление элементов в пределах от 0,3 до 0,45 мОм. Плюс погрешность самих щупов 0,06 мОм. В итоге я считаю, что сопротивление элементов очень даже неплохое. Можно сказать, практически равно тому, которое указано в даташите, который вы видите сейчас на экране. Теперь нужно обязательно взвесить элементы. По даташиту 30-33 Амперная версия должна весить 1220 грамм. Если же эти тяжелее, то значит это какая-нибудь 40 Амперная, которая отслужила уже столько, что емкости в ней стало 30 Ампер час. И они переклеили термоусадку. Но если вес примерно 1200 грамм, то значит, что это 30 Амперная версия. И при том, что сопротивление у них совпадает, значит это очень качественный продукт. Так, вес 1194 грамм. Это очень хорошо. Грубо говоря, 1200 грамм. 1187. 1187. 1163. 1172. 1179. 1185. 1185. 1191. 1187. 1186. 1194. 1193. 1192. 1192. 1202. Интересно. Ну, в принципе, в пределах норм уже все. 1187. 1192. 1197. 1198. 1298. Да, это 30 Амперная версия. Все отлично. Элементы сейчас находятся в режиме хранения. На них 2,4 В. Сейчас я возьму два образца. Заряжу их до 2,8 В. И буду замерять емкость. Это единственное, что осталось замерить в их характеристиках. Соответствуют ли они заявленным. Если и емкость совпадает, то я буду просто счастлив. 600 элементов. Но я их обязательно еще проверю. Из других коробок возьму тоже по несколько образцов. По одному, по два. Сопротивление во всех промерю. Это по-любому. Ну, а емкость я всех не могу померить. Это очень долго. Поэтому возьму по несколько образцов из каждой коробки. И тоже замерю. Элементы заряжены до 2,8 В. Это будет первое видео, в котором я разряжаю элементы новой зарядкой. Кстати говоря, нашел режим. Раньше я на него не обращал внимания. Никелево-цинковых аккумуляторов. И в этом режиме можно заряжать практически любые элементы. Так как здесь можно выставлять напряжение никель-цинкового элемента в больших диапазонах. К примеру, вот я захожу в настроечки. И здесь могу крутить, вертеть от 1,2 В до 2 В. Получается, если я сделаю 1,4 В на один элемент и выберу потом два элемента, то это как раз будут те 2,8 В, которые нужны для этих элементов, для зарядки. Просто отличный режим. В этом режиме как раз я и заряжал. Разряжать я буду по привычке в режиме никель-кадмия. Ток 40 А до 1,5 В. Это как раз то напряжение, до которого можно разряжать эти литий-титанатные элементы Янлон. 40 А, 1,5 В. Все, погнали. Первый элемент разрядился, отдал он аж на 33 682 мАч. Это 33,6 Ач. Что-то у меня подозрение, что эти элементы не на 33 Ач, а на 35 Ач. Они немножко поработали и теперь имеют 33,6 Ач. Кстати говоря, эта зарядка откалибрована четко. Та моя зарядка имела погрешность. Ток у нее был больше и она считала больше. Я ее попробовал проверить. Через мультиметр подключил. Нагрузку дал 5, 10, 15, 20 Ач. И мультиметр показывает те же самые показания, что и зарядка. Это очень хорошо. Теперь можно будет не делать поправки, когда я замеряю емкость элементов. Это очень хорошо. Сейчас поставлю на разряд второй элемент. Также практически 2,8 В. Немножко уже чуть уменьшилось, потому что он полежал. Разряд 40 А, 1,5 В. Погнали. Надеюсь, он тоже отдаст больше 30 Ач. Разряд завершен. Этот элемент отдал даже больше, чем тот 33,9 Ач. Я практически уверен, что это элементы на 35 Ач. Какое-то время отработавшие уже. Даже их вес близкий к даташитным 1220 граммам. Как у элементов на 35 Ач. Говорит о том, что скорее всего это они и есть. Кстати говоря, в даташитах емкость замеряют, заряжают до 2,9 В. Я заряжал до 2,8 В. Возможно, они бы отдали практически 35 Ач. Но не факт. Я заметил, что у этих элементов, именно когда их заряжаешь уже практически по максимуму, там совсем немного емкости находится. Чего не скажешь о элементах Toshiba. У них как раз заряд более равномерно распределен. От начала и до конца кривой разряда. Я помню, ранее делал замеры. Заряжал элементы до 2,4 В. И элементы Toshiba отдавали половину своей емкости. А эти элементы, если зарядить до 2,4 В, отдают где-то 70% емкости. Значит они немножко по-другому сделаны. Немножко другая химия. Что как раз более подходит для использования вместо свинцовых аккумуляторов. Используется гораздо больше емкости, если заряжать сборку из 6 элементов до 14,4 В. То есть 2,4 В на элемент. Я очень рад полученным результатом. Единственное, что сейчас хочу еще замерить, это внутреннее сопротивление разряженных элементов. Кстати, я забыл замерить внутреннее сопротивление заряженного элемента. Сейчас измерю сопротивление разряженных элементов. Сопротивление щупов практически равно нулю. Где-то 0,4 мОм. А у этого элемента, грубо говоря, с погрешностью щупов 0,3 мОм. У этого, получается, сопротивление чуть-чуть изменилось, когда он разряжен, а у этого, получается, не изменилось. Интересно. Возможно, это погрешности прибора. Сейчас я их поставлю на заряд. И измерю их внутреннее сопротивление в заряженном состоянии. Элементы заряжены. Еще раз измерю сопротивление щупов. Практически равно нулю. У этого элемента было 0,4 мОм. Чуть-чуть уменьшилось. Что, в принципе, логично. У этого было 0,3 мОм. Тоже немножко на 1 сотку уменьшилось. Грубо говоря. Либо это погрешность прибора. Считаю, что элементы очень хорошие. Я еще протестирую оставшиеся выборочно из всех 600 штук. Из всей партии. И уже будет более понятна общая картина состояния всех элементов. Протестировал по два образца из каждой из 34 коробок. Емкость в среднем 33,6-33,9 Ач. Также проверил внутреннее сопротивление. Но уже каждого из 600 элементов. Это гораздо быстрее сделать. Поэтому проверил все. Оно в диапазоне от 0,3 до 0,4 мОм. Эту коробку, которую я забрал. Все элементы я тестировал также и на емкость. Все параметры также соответствуют. Я соединил их параллельно медной проволокой. Подключил зарядку и зарядил их до 2,4 вольта. То есть они теперь в режиме хранения. Эти элементы просто отличные. Эти элементы я уже тестировал ранее. В том видео более подробная по ним информация. Ссылку на видео я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Это видео набрало много просмотров. Значит тема лити титаната вам интересна. Поэтому я продолжаю снимать материалы по теме титанатных элементов. Ставьте лайк кому видео понравилось или дизлайк если не понравилось. Комментируйте. А также делитесь этим видео в соц сетях. Это помогает продвижению канала. Ссылку на продавца алиэкспресс я оставлю в описании и закрепленном комментарии. Пока еще у него они не кончились. Покупайте, пользуйтесь. Этот лити титанат действительно крут. Но все же для подстраховки прежде чем покупать спросите продавца. Какая емкость и внутреннее сопротивление. А также восстановлены ли шпильки или нет. Я покупал оптом. Мне они вышли дешевле. Так как я вряд ли использую в кратчайшие сроки все элементы для моих проектов. То я могу часть распродать. Не знаю будет ли выгодно покупка у меня для россиян. За счет того что доставка может быть дорогой. А для казахстанцев покупка у меня будет точно дешевле чем на алиэкспресс. Поэтому если вы давно хотели купить титанат подешевле. Пишите на WhatsApp. Номер сейчас вы видите на экране. На этом у меня все. Используйте современную химию в ваших проектах. Пусть хорошие люди используют только хорошую химию. До новых встреч на канале друзья.